Вместо хоккейных клюшек – половые щётки. Вместо шайб – диски для гантелей. 16 января в 4-м микрорайоне десногорские спортсмены вышли на лёд, чтобы сразиться в необычном виде спорта – ледовом тире. Соревнование было посвящено 40-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Тир на льду – аналог известного олимпийского вида спорта кёрлинга, но в немного адаптированном виде. В команде вместо четырёх игроков – три. В качестве снаряда не камень, а миниатюрный гантельный блин. С классическим кёрлингом игру роднят правила – толкнуть снаряд так, чтобы он попал в центр круга или выбил из него снаряд соперника. Важно первый, блин, очень важный. Самое главное – первый. Потому что если ты его поставишь по направлению ближе к центру, то всё, шанс победить. Хорошая, интересная игра. Главное – рассчитать силу, удар, направление. Всё. Первичная профсоюзная организация Смоленской АЭС организовывает турнир уже второй раз. И число желающих принять в нём участие заметно возросло. На хоккейный корт вышли 72 человека. Подать заявку на участие в ледовых баталиях мог любой желающий. В числе 24 команд были и команды-новички. Некоторым из тех, кто взял в руки щётку в первый раз, удалось сразу вырваться в лидеры. Мы первый раз, да, и вообще попали в последний уже вагон этой игры. И так вот... Случайно попали и случайно выиграли. Нравится играть, ну потому что, ну, движуха, соскучились все вот по таким вещам. Подышать воздухом, выйти в выходной – хорошо. Пообщаться с людьми, получить эмоции – это уже здорово. Мы впечатлили очень самые положительные, позитивные. Много знакомых, друзей, общения, которых, в принципе, не бывает в повседневной жизни на работе. Вот здесь, да, мы можем пообщаться, посоревноваться. В результате на верхушке пьедестала оказались дебютанты этого года. Золото взяла команда Спасовы, серебро у команды Центральные. Сборной победителей и призёров прошлого года под названием «Атом-80» оказалась третьей. Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.